Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Сегодня прочитал о том, что источник из окружения Меладзе... Сейчас новости подаются именно так. Или какой-то продюсер, или какой-то, я не знаю, там кто-то... Кто-то непонятный кто, в общем, берет и начинает, скажем так, говорить новости из окружения кого-то. Поэтому делаем скидку на то, что это из окружения. Поэтому в 80% случаев это является правдой, в 20% никто об этом не знает, кроме какого-то там непонятного продюсера. Значит, Меладзе может вернуться на российскую сцену в июне 2025 года. Как сообщает источник из окружения артиста, он планирует устроить юбилейный тур в честь своего 60-летия. Это событие, пишет, вызывает большой интерес среди поклонников, которые с нетерпением ждут возможности вновь увидеться со своим кумиром на сцене. Несмотря на то, что певец покинул Россию, у него фактически его запрета нет на выступление в стране, он не признан иностранным агентом, что позволяет зрителям приобретать билеты на его концерты без опасений. Однако, по данным светских обозревателей, певца предупредили о недовольстве общественности его последними высказываниями и поведением. Это обстоятельство может повлиять на его решение о возвращении и организации тура. Меладзе не раз подчеркивал, что ему тяжело находиться вдали от родины и своей семьи. В недавнем интервью он признался, что скучает по маме, которая живет в Строгино. Певец старается навещать ее, но из-за плотного графика гастролей, значит, в настоящее время это оказывается непростой задачей. Друзья, что хочется сказать. Я уже говорил, что те люди, которые позволяют себе продолжать националистические лозунги, и они не признаны иноагентом, несут никакой ответственности. И вот иноагент Галкин, он два с половиной года поливает всю нашу страну. Официальных лиц, нас с вами всех, ничего никакой ответственности не несет. Оснований для возбуждения уголовного дела нет. Да, значит, да, а вот человек Максим Винклер, который ему в лицо сказал то, что многие о нем думают, ему в Латвии сразу запрет на въезд. Все. Одно слово сказал, два, два слова он сказал. Запрет на въезд. Запрет на въезд. Галкин два с половиной года поливает всех, никакого запрета, иностранный агент. Вот, друзья. И вы знаете, это, конечно, удивляет, но тем не менее. Вот Меладзе, он это делал. Вот, Пригожин говорил, что мы ходили, за него просили. Раз ходили, просили, значит, было куда просить ходить, правда? И самое главное, такая практика существует. Мы это узнали от Пригожина. И потом он, говорит, взял и выкрикнул вот это вот. А за что просили? Он же не просто черный квадрат выставил, остановите там, да? Он видео записал, видео записал. А мы до сих пор не знаем значение этих черных квадратиков. Как это было сделать? Спланированно, не спланированно, это акция или что такое-то. Значит, и в этом смысле получается история, когда вы знаете, что там Брежнева, брат, там они все уехали туда, развелись. Там она там в Польше начала помогать. Там это, в общем, все понятно. Но, но что конкретно, да, как в песне пелось? И в этом смысле, конечно, я думаю, многие люди действительно не понимают, как так можно приехать в юбилейный тур, так сказать, проводить. Но большие деньги делают свое дело. Можно вот так рассуждать, да? А можно рассуждать другим путем. Насколько мы сами оцениваем возможность посещения концерта Меладзе, которого не признают никем, там, ни иностранным агентам, ни делу, на него не возбуждают за его там продолжение этих речевок в Дубае. Вот он приедет и анонсирует юбилейный тур. Люди будут возмущаться, скажут, у него запрета же нет, ну, как же так, он такие вещи говорил. А полные залы будут? Кто эти люди? Если мы берем не те люди, которые живут в одной реальности, где идет защита Родина, и в другой реальности, где они танцуют и поют, а мы берем себя как общество целиком. Кто эти люди, которые придут на концерт? То есть, вопрос его тоже себе нужно задавать, понимаете? То есть, для них они допускают, что это либо возможно так себя вести, как он говорит такие вещи, либо они прощают его за это, говоря о том, что, ну, вот и сказал, ничего страшного. То есть, для них это норма. Вот для меня нет. Для меня это не норма. Если бы я любил исполнителя, он приехал, например, и давал какой-то концерт, после этого я бы не пошел никогда. Потому что я понимаю, что, ну, как я могу присутствовать там, получается, что я разделяю эту точку зрения его, или, может быть, хорошо, не сейчас его точку зрения, допустим, но я каким-то образом солидарен с ним. Или я попросил его за это слово. Но нет, никогда, никогда. Поэтому, когда вот мы рассуждаем, мне тоже кажется, что и нам нужно задавать себе вопрос. И в том числе тем, кто думает, что, ну, приехал певец, пойду послушаю, классно все. То есть, он думает, что я как бы вне политики. Нет, политик догонит тебя в любом случае, если ты вне ее. Поэтому, друзья, я, конечно, мое мнение, это мое личное мнение, я категорически против этого. Потому что те люди, которые это сделали, те люди, которые это говорили, те люди, которые... Ну, пусть извинится перед нами, перед людьми, да, что вот я это продолжил, сказал там, потому что выкрикнули там с языка. Ну, как это, как может с языка сорваться это, понимаете? Это не может с языка сорваться. Никак, понимаете? Никаким образом это не может сорваться, продолжение циналистической речевки. Никак вообще. Когда говорят «слава», то он продолжает потихонечку, шепотом показываешь. Туда-сюда. Это желание угодить тем людям, которые это сказали. Нежелание конфликтовать в тот момент. Или его позиции. Что это такое? Понимаете, человек никогда не скажет. Поэтому невозможно, чтобы человек это сказал. То есть, который полностью пропитан любовью к своей родине. Поэтому человек имеет право, как мне кажется, приезжает в страну. Мама, это святое, все это понятно. Но концертная деятельность, я думаю, что все-таки оценку должны дать в первую очередь зрители. По покупке билетов. Вот анонсирует он концерты. Никто ему не запрещает. Власти говорят, нет, все, ему вопросов нет. У людей есть вопросы, почему нет вопросов. Ну, нет вопросов. Хорошо. А билеты не покупают. Вот это другой разговор. Это будет единение, солидарность и выражение гражданской позиции уже общества. И тогда задумается, скажет, я, может, что-то не так сделал. А пока они понимают, что да придут, господи, боже мой, куда денутся. Я считаю, что таких нельзя возвращать в концертную деятельность с людьми. Потому что любой из них может сказать, что на концерте. Конечно, они этого уже делать не будут. Они будут бояться потерять деньги. Но в любом случае потенциальная возможность есть. Что они будут нести в своих песнях и так далее. И также то же самое на телевидении. Он, Бадоева, лучше всех сидит, ведет вместо Инаги на Тагалке. Она сама выступала против флага с предельным государством, выставляла. Ничего, она сидит спокойно на Первом канале. На главной кнопке страны, как говорит Эрнст, любит говорить. И никто это, кстати, не указ ей. При этом обращались и депутаты, и кто только не обращался. Без проблем. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, в свете блокировок YouTube, замедлений вот этих всех. У кого-то работает, не работает и так далее. Я вас приглашаю на свой основной уже сейчас канал Будда Гришна. Новости в Телеграм. Там видео о политике, которых здесь уже давно нет. Новости 24 на 7 многие с моими комментариями. С недавних пор, кстати, мои картины. Не скажу, что это шедевр, но что-то такое. Для начинающего, в общем, это, мне кажется, нормально. Скажу, не буду говорить неплохо, нормально. И какие-то мои личные фото-видео. В общем, все вместе. В одном месте, что называется. Ссылочка здесь внизу в закрепленном комментарии. В описании к видео. Обязательно нажимайте, подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Друзья, успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.